Всем привет! Меня зовут Оль Ермилова, вы на моем YouTube-канале, где мы учимся с вами, как с помощью изменения мышления управлять своей реальностью. И сегодня я, пожалуй, дам вам ответ на один из главных вопросов, что именно стопорит вас в продвижении вперед, точнее, как избавиться от того, что вас останавливает от новых достижений, от ваших целей, да и вообще, что является для вас стопором. Ну, в общем, в процессе разберемся и заодно рассмотрим один из главных законов нашей вселенной. Но перед тем, как это сделать, я хочу дать вам ценную информацию. Я написала книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». И вы можете прочитать или послушать ее сразу после этого видео. Для этого вам необходимо перейти в описание к видео и скачать ее. Обещаю, что после того, как вы прочтете эту книгу, у вас появится много мотивации и реальных инструментов для того, чтобы поменять свою жизнь лучше. Что для многих из нас является по-настоящему сдерживающим фактором? Многие люди говорят «Ой, мне так хочется начать свой блог». Я чувствую в себе уровень экспертности. Я бы, например, хотела помогать людям. Я считаю, что я прекрасный мотиватор и могу быть классным лайф-коучем. А я очень хорошо разбираюсь в нутрициологии и могла бы заниматься этим. Мне хочется научить людей, каким образом правильно, красиво им одеваться. Я считаю, что я хороший стилист и так далее. У людей есть большое количество запросов. Кто-то мечтает о своем ресторане, кто-то о маленьком детском садике. Кто-то мечтает просто поменять свою работу, начать зарабатывать большие деньги, делая что-то более ценное, потому что чувствуют в себе уже эти ресурсы. Почему, почему, почему мы этого не делаем? Дело в том, что многие люди действительно обладают, и вы среди них, навыками, компетенциями, силами всем, чтобы достичь своего собственного успеха. Но у нас есть несколько глобальных проблем, с которыми, если мы не справимся, ничего не получится. Что же это такое? Давайте разбираться. Проблема номер один. Постоянное сравнение себя с другими. Ну, согласитесь, вы бесконечно смотрите на то, как другие психологи, коучи, стоматологи, люди, которые открывают какие-то бизнесы, люди, которые ведут свои влоги, вы бесконечно наблюдаете за тем, как это делают другие, и вам кажется, что они уже лучше, чем вы. Ну, куда вам тягаться? Они ведь уже ого-го, а я ведь еще ничего. Сравнения бывают разные. Часто мы смотрим и думаем, ну, я же лучше, ну, я же больше знаю, ну, я же больше могу. Но при этом эти люди уже чего-то достигли, а я еще нет. На моменте сравнения появляется наш первый тормоз. Он же приводит нас ко второму. Наш второй страх и сдерживающий порыв – это «Все давно уже изобретено». То есть, зачем мне пытаться что-то сделать, если все уже сделано? Ну, кого я удивлю страничкой в Инстаграм психолога? Вон, как много психологов. Кого я удивлю своим курсом или тренингом? Вон их сколько. Кого я удивлю своим курсом по СММу? Их миллиарды. Кого я удивлю кофейней, которых полно? Ну, нравится мне заниматься шитьем или продажей одежды. Хотелось бы свой магазин. Ну, уже полно этой одежды. Кто ее будет носить? И вот на этом этапе очень много людей застриют. Многие считают, что конкуренция уже настолько большая, что переплюнуть кого-то невозможно и нереально. И вот ты сидишь весь такой перед экраном своего телефона, смотришь на все это и понимаешь, что вроде как хочешь, но страшно. Потому что кажется, что ты окажешься маленькой, никому не нужной песчинкой в огромном океане, где все уже супер успешны и супер богаты. Вот честно вам скажу, я вас понимаю, потому что когда я берусь за что-то новое, взять хотя бы рилсы в инстаграме. Никогда не снимала эти рилсы в инстаграме. Какие-то танцующие странные люди, которые что-то там дергаются. Я не такая. Мне это не очень близко. Я не совсем понимаю, как мне, например, продавать свои консультации, услуги, нести в мир свои ценности, давайте прежде всего, через эти танцы. Для чего? И вот начинается стопор. В какой-то момент ты смотришь, что оказывается танцуют не все. Есть люди, которые ведут экспертные блоги. И это достаточно интересно. Опять смотришь. Много таких людей. Смотришь, как это снимать. Твоя голова начинает рассказывать. Ты никогда с этим не справишься. Не лезь. Но есть единственный момент. Это побороть. Начать делать. Такие моменты я обычно себе говорю. Ты кто? Ты Ермилова? Да, ты Ермилова. Значит, ты можешь это делать. Начни это делать как-нибудь. Как ты сегодня можешь? Как у тебя сегодня получается? Перестань следить за другими людьми и начни действовать хоть как-то. Потому что любое действие, сделанное как-то, сильно лучше действия не сделанного никак. И это первое правило, которое меня всегда заставляет двигаться. Просто делай. Хоть как-нибудь. Как сможешь? Как тебя хватит? Начни. Действие превратит тебя в образованного человека. Вы знаете, я недавно посмотрела, что у меня снято за мою творческую жизнь более нескольких тысяч видео. И когда сегодня мне говорят, где ты училась? Нигде. Кто учил тебя разговаривать? Никто. Кто учил тебя работать с камерой со светом? Да не учил. Я училась на практике. Я просто брала и снимала бесконечное количество видео. Да, сегодня я практически снимаю без монтажа, в контексте того, что мне не нужно что-то там собираться. Да, я сегодня снимаю вообще без каких-либо суфлеров. Я не готовлю тексты. Скажу вам больше. Очень часто я вхожу в кадр и придумываю тему, на которую я сегодня буду говорить. Почему? Потому что это уже выработано во мне, потому что это то, чем я живу, потому что я так думаю, потому что мне есть чем поделиться и потому что я делаю это практически каждый день уже много-много лет. Привычка вырабатывается через действие. Я прекрасно понимаю, что всегда будут кто-то, для кого я буду классной и для кого меня не будет совсем. Точно так же и вы можете посмотреть на разных суперэкспертов, о которых вы слыхом не слыхивали и понятия не имели, потому что тема какая-то вас абсолютно не волнует. Вы должны понять, что для вас всегда будет свой кусок места в этом мире, что вы пришли в этот мир для того, чтобы реализовать свои собственные таланты, не сравнивая их с талантами Маши или Кати. Если вам совсем хочется сладкую пилюлю, то я хочу вам сказать, что любая звезда рано или поздно гаснет, принимает решение уйти с небосклона. Бренды, мировые компании, которые когда-то светили. Вспомните Nokia, Polaroid, Koda. Бренды, которые знали все, и то уходят с рынка. Но что происходит, самое главное? О каком же законе я хочу вам сегодня рассказать? Этот закон называется закон постоянного движения. Во вселенной нету никогда никаких кнопок стоп или пауза. Нет. Во вселенной всегда присутствует движение. Движение равно жизнь. Мне кажется, я стала жестикулировщиком каким-то, который жестикулирует. Но решите вы сегодня начать свое дело, начать осуществлять свою мечту, заводить свой инстаграм, использовать новые инструменты или нет. По факту в глобальном мире ничего не изменится. Но завтра, послезавтра, через месяц и через год обязательно появятся те имена, которых сегодня еще нет. Которых вы сегодня не знали, не боялись, и с которыми сегодня вы себя не сравнивали. А появятся они потому, что вместо того, чтобы занять вашу позицию, сидеть, бояться и сравнивать, эти люди просто начнут делать. По моему принципу, делать кое-как, как могу начать, запустить этот процесс. И все. Кто-то из них обязательно выстрелит. На кого-то из них вы обязательно будете смотреть и думать, ну как же так? Ведь он же начал еще позже, чем хотел начать я. Точнее так, когда я думал, его еще не было. Я по-прежнему думаю, а этот человек уже зарабатывает, реализовывается и так далее. Осознайте, что ваше думанье, ваши паузы и ваши страхи это ваш ненужный багаж. Что вы пришли в жизнь, где эскалатор постоянно двигается. И если вы хотите быть в синхронистичности с жизнью, если вы хотите получать все блага, которые у нее есть, вам нужно идти. Идите и выбирайте ту тропу, которая вам интересна. Исследуйте ее. Каждый день совершайте хотя бы один шаг, такой, как вы можете. Когда вы начнете идти, у вас будет появляться энергия, сила, мотивация, знания. Вы будете хвататься и усовершенствоваться. Но когда вы находитесь в точке стоп, в точке наблюдателя, в точке диванного зеваки, в точке человека, который не может заставить себя начать и ищет какие-то способы, как ему выжить, это совсем другая история в жизни нашей полно возможностей, в жизни полно денег, в жизни каждый день появляются новые профессии, изобретается что-то новое. Люди, которые смотрят на себя, как на творческих, которые говорят себе, я творческая личность, я точно могу что-то придумать, не отличаются от вас ничем, кроме тем, что решили так говорить. У каждого из нас полно творчества, иначе мы бы с вами просто не выжили. Мы с вами находим миллионы способов делать и не делать, развиваться и не развиваться, оправдываться или наоборот говорить о своих достижениях. И все это творчество, просто мы направляем его в разное русло. Начинайте свой день с фразы «Я творческий человек, я точно придумаю, что сделать со своей жизнью». Если вас бесят другие люди, отпишитесь к чертовой матери от всех, перестаньте смотреть, как делает он, перестаньте думать и пытаться его копировать, перестаньте критиковать его, оставьте других людей в покое. Отп**китесь от них, займитесь собой, займитесь своей собственной жизнью и начните ее строить, как получается. Получается, как домик у Нуф-Нуфа из сена. Хер с ним, из сена будет. После того, как построите из сена, поймете, как лучше построить уже из каких-то там хвойных палочек. Построить из хвойных палочек получится построить из кирпича. Если у вас есть навык строительства и движения, вы будете его развивать. Но, если у вас его нету, если вы его не приобретаете, вы так и проживаете свою жизнь гораздо хуже, чем жизнь вашей собаки. Я даже не хочу сравнивать вас с собакой, потому что собака, у нее своя история. Человек очень часто губит свою жизнь просто из-за банальной лени и страха. Лень – это тоже привычка, как, собственно, и страх. Страх – это нормальное качество, оно есть у каждого. Просто со мной страх идет рядом, а вы полностью входите в свой страх, садитесь на него, как на удобный диван, и разрешаете себе ничего не делать. Закон Вселенной – это всегда про динамику и продвижение. Это всегда про развитие, про новые цели, про новые задачи, про интерес к жизни, про раскрытие вашего потрясающего внутреннего потенциала, который у вас точно есть. Поверьте мне, я всегда знала, что я очень талантливый человек. Я всегда стеснялась, потому что не понимала, какие у меня таланты. Но я всегда делала и продолжаю делать, несмотря на то, какую кто оценку этому дает. Я знаю, что я проживаю свою собственную жизнь. И для меня это очень важно. Если вы хотите, чтобы я помогла вам в этом, если вы хотите понять, какую жизнь вы желаете, и научиться лучше понимать себя, познакомиться с законами Вселенной, я приглашаю вас на свой марафон «Рерайтер жизни». Я буду бесконечно приглашать вас на этот марафон, потому что рано или поздно вы все равно согласитесь с моим убеждением о том, что вы хозяева своей жизни, и вам захочется узнать, какой вы сможете ее построить. И тогда вы придете на «Рерайтер жизни». И тогда вы начнете менять свою жизнь. Возможно, в вашей жизни случится что-то другое, когда вы немного растеряетесь, потеряетесь, и снова будете думать, что делать. В этот момент вспоминайте про Олю Ермилову, про «Рерайтер жизни» и про то, что есть выходы, и я готова вам их показать. Я надеюсь, это видео стало для вас вдохновляющим. Я, как всегда, буду благодарна вам за все ваши комментарии, за все ваши слова поддержки, потому что это ценно и важно для меня. Это ваши деньги, которые вы таким образом платите мне за мое желание. Я даже не хочу называть это работой за мое желание поделиться с вами. Подписывайтесь на мой YouTube, делитесь видео и самое главное меняйте свою жизнь к лучшему. Становитесь ее хозяевами, а не рабами.